Пресс-конференция АО «Энсер» Здравствуйте! В эфире «Время новостей» МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Ефимов. Завершается 2015 год. Пора подводить его итоги. Руководители АО «Энсер» встретились с журналистами и ответили на их вопросы. На пресс-конференции энергетиков, которые обеспечивают теплом и горячей водой дома многих МИАСов, побывала и наша съемочная группа. Год 2015-й, наверное, для всех был напряженным, отметил генеральный директор акционерного общества «Энсер» Сергей Пономарев. Но все намеченные планы предприятию удалось выполнить. По-другому никак, ведь предприятие ежедневно обеспечивает энергоресурсами автомобильный завод «Урал», промышленных потребителей, жилой фонд и социально-бытовую сферу центральной части МИАСа. Подготовка к отопительному сезону прошла на высоком уровне. Весь объем ремонтных работ по нашему оборудованию, прежде всего по источнику, мы выполнили. Провели положенные капитальные ремонты, текущие ремонты основного энергетического оборудования. ТЭЦ получила паспорт готовности, своевременно получила паспорт готовности. Мы в этом году отработали с новой машиной, которую в прошлом году запустили. Это позволило нам определенный экономический эффект получить. В этом году предприятиям были проведены все необходимые гидравлические и температурные испытания. Совместно со специалистами из Санкт-Петербурга сделаны замеры потерь. Это позволило наметить ряд мероприятий по повышению эффективности. Более 4 километров заменили магистральных квартальных сетей в городе. Провели капитальные ремонты, текущие ремонты стекловых камер, насосных. Большой объем ревизии арматуры запорной, замены запорной арматуры. Ну и соответственно, также своевременно был получен паспорт готовности по тепловым сетям. Население центральной части города, запотребляемое тепло и горячую воду, старается рассчитываться в срок. Пользуется популярностью ежегодная акция «Добросовестный потребитель», в ходе которой предприятие поощряет тех, кто в срок оплачивает счета. А тем должникам, которые начали отдавать долг, списывают пеню. По сравнению с предыдущим годом, собираемость не понизилась, сообщила на пресс-конференции начальник отдела по работе с населением акционерного общества НСР Елена Легашова. Несмотря на тяжелое финансовое положение, у многих наших собственников, которые пишут на заявление и просят в рассрочку произвести оплату, или пишут о том, что они не в состоянии заплатить, несмотря на это, центральная часть города оплата приблизительно 96%. А впереди у акционерного общества НСР юбилейный год. В 2016-м предприятию исполняется 75 лет. Энергетики приехали в МИА в 41-м году, чтобы в кратчайшие сроки создать энергетические мощности для строительства и работы будущего завода. После войны предприятие сначала в составе завода, а затем уже как самостоятельное, осталось в городе и год от года развивалось. Несколько лет назад акционерное общество НСР вошло в группу компаний Евросипэнерго. Благодаря этому сотрудники имеют возможность ездить на обучающие семинары, отдыхать в санатории, принимать участие в различных социальных программах. К примеру, им даже частично компенсируют затраты на приобретение жилья. 12 сотрудников уже воспользовались этой льготой. Сокращений в НСР в этом году не было и в ближайшее время не планируется. Всего здесь сейчас трудится 938 человек. Ирина Горностаева, Айдар Насыров, ОТВ МИАС. Сотрудники ГИБДД подвели итоги работы за уходящий год. Статистика показывает, происшествий стало меньше, однако увеличилось количество нарушений пешеходами. О том, какая ситуация сложилась за 11 месяцев на дорогах, расскажет Гузель Шмелькова. Хоть дорожных происшествий стало меньше, цифры все равно неутешительные. В 2015 году полицейские зафиксировали 3,5 тысячи аварий. Для сравнения, в 2014 году дорожных инцидентов было на тысячу больше. Также в ДТП пострадали 210 человек. К сожалению, 45 из них трагически погибли, в том числе один ребенок. Нередко и пешеходы, нарушающие правила дорожного движения, становятся виновниками аварий. Инспекторами ДПС на данный момент выявлено 1154 нарушения ПДД пешеходами. Это по сравнению с прошлым годом количество увеличилось на 156 нарушений. И все же основные причины гибели традиционные. Плохое состояние дорог, невнимательность и пьянство водителей. Кстати говоря, в течение года госавтоинспекторы провели более 50 рейдов, направленных на выявление нетрезвых автолюбителей. Вы употребляли сегодня что-нибудь? Естественно. Ну что пили? Все, что горит. И таких любителей сесть за руль под шофе инспектора ДПС в 2015 году выявили почти 900 человек. Помимо этого сотрудники ГИБДД раскрывают различные преступления. Сотрудниками ГИБДД за истекший период 2015 года раскрыто 187 преступлений. В том числе кражи 33, из них 5 краж транспорта. Один грабеж, 10 угонов транспортных средств, 9 фактов незаконной перевозки наркотиков. И самое главное, в любой ситуации они остаются людьми, которым не безразлична судьба человека. В МИАском отделе ГИБДД есть и свои незаметные герои. Наверняка каждый житель города помнит историю Максима Старцева, инспектора ДПС, который в минуту опасности, не думая о себе, а рискуя собственной жизнью, спас из огня ребенка. А другого героя, инспектора по розыску Олега Титова, коллеги называют сыщиком с большой дороги. Совсем недавно он вместе с напарником по горячим следам нашел водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места происшествия. Временно спокойные прошли, нынче переполнены дороги. Мы свое призвание нашли, на посту мы бдительны и строги. Каждый день у всех мы на виду, чтобы был порядок на проспектах. Вовремя предотвратим беду и гордимся званием инспектор. ДПС На посту от рассвета до заката ДПС Это воля, ум, закон и честь ДПС Служат здесь надежные ребята ДПС Все это ДПС Погони, рейды, разыскные мероприятия, протоколы. В любую погоду, в жару и в холод сотрудники ГИБДД прикладывают максимум усилий для того, чтобы на дорогах МИАСского округа было спокойнее. Гузель Шмелькова, Айдар Насыров, Александр Лядов, ОТВ МИАС. Сила и мужество. МИАСские кадеты поздравили МЧС с 25-летним юбилеем. Ребята продемонстрировали не только свою выправку и умение командовать отрядом, но и физическую подготовку. Профессия спасателей одна из самых сложных. Ведь именно они приходят на помощь людям в самых сложных ситуациях. И наши кадеты чтят традиции спасателей. И сегодня мы проводим праздник, посвященный 25-летию МЧС России. Оксана Аганина стояла у истоков создания кадетских классов в МИАСе. Классы были открыты в рамках реализации программы муниципальной экспериментальной площадки. Изначально кадетов 11-й школы ориентировали по программе «Юный спасатель». Помимо этого курса дети получают общее образование, занимаются хореографией и вокалом. Кадетские классы 11-й школы тесно сотрудничают с МИАСским управлением ГО и ЧС. И в преддверии 25-летия службы чрезвычайных ситуаций кадеты проводят торжественный смотр отрядов. 25-летие МЧС и всякие выступления, которые у нас проходят на тренировках. На мероприятие пришли представители школ города и родители кадетов. Кадеты 11-й школы пригласили на праздник и сотрудников 5-го отряда Федеральной противопожарной службы Челябинской области. Все дети, которые сейчас находятся рядом со мной, это то будущее, которое мы хотим взрастить. И чтобы оно было заменой тех людей, которые сейчас спасают нас в самых сложных ситуациях. Именно в них мы закладываем все знания и умения, которые имеют наши пожарные спасатели сейчас. Поэтому очень важно воспитывать в них этот патриотизм, этот дух команды. И сегодня они нам покажут, думаю, все то, чему они научились за разные года учебы в кадетских классах. Мы хотим, чтобы больше детей, конечно, вливалось в эту структуру. Свой 25-й день рождения Министерство чрезвычайных ситуаций России будет праздновать в это воскресенье, 27 декабря. 25-й – солидный возраст. Министерство чрезвычайных дел России празднует свой юбилей. За годы службы спасатели оказали помощь миллионам людей, оказавшимся в трудных ситуациях. День спасателя Российской Федерации – профессиональный праздник всех тех, кто ежедневно рискует жизнью ради спасения других людей. Свою опасную службу в России спасатели несут вот уже 25 лет подряд. За это время они помогли почти 2 миллионам людей, потушили 6 миллионов пожаров. Слова поздравлений коллегам и ветеранам МЧС сказал начальник 5-й пожарной части по Челябинской области Андрей Рыжков. И в снег, и в зной сотрудники МЧС России доблестно выполняют свои служебные обязанности. Уважаемые коллеги, дорогие наши ветераны, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам с улыбкой смотреть в будущее, добиваться поставленных целей. Пусть удача всегда будет на вашей стороне, как в профессиональной деятельности, так и в жизни в целом. Желаем вам здоровья, достатка, семейных радостей, мирного неба над головой. А также поздравляем с наступающим Новым годом, с праздником и, как говорится, у нас сухих рукавов. В понедельник 28 декабря состоится торжественное мероприятие, посвященное юбилею. На праздники наградят участников и победители конкурса детского творчества. Заслуженные работники МИАСского подразделения МЧС получат медали. Флористика – тонкая наука. Мастерица из МИАСа Анна Гладышева – флорист. Помимо обычной работы, составления букетов и цветочных композиций, Анна создает скульптуры из цветов. Этим сюжетом мы продолжаем цикл «Мастера МИАСа». Это один из самых популярных заказов, которые я выполняю для своих клиентов. Клиентов у Анны Гладышевой действительно много. Ежедневно она помогает людям выбирать цветы к торжеству. Анна – флорист. Более пяти лет мастерица радует людей букетами и цветочными композициями. Но любимым направлением ее творчества для нее стало создание скульптуры из цветов. На курсах такой флористики не преподают. И ездила на специальный мастер-класс. Я увидела, как делают медвежонка из цветов. Это меня очень заинтересовало. Все остальные разработки были мои. Я за плечами имею художественное образование. И один из моих любимых предметов был скульптура. Поэтому мне не составляет особенного труда сделать какую-нибудь скульптуру из цветов. Анна Гладышева – профессиональный мастер-флорист. Она окончила курсы современной европейской флористики. В цветочном деле, говорит Анна, очень много нюансов. Помимо того, что растения должны сочетаться между собой в цветовой гамме, они должны дружить друг с другом. Есть цветы, которые поставлены вместе в один букет, продлевают друг другу жизнь. Например, лилия и роза – это друзья. А если же мы поставим вместе гвоздику и опять-таки ту же самую розу, гвоздика угнетает. Анна всегда пользуется своими знаниями при создании скульптуры цветов. Первые работы Анна Гладышева делала для своих друзей и близких. Позже стали появляться заказы и постоянные клиенты. Тяжело разработать технологию, когда думаешь, вроде бы все легко, все так быстро и просто получится. Нет. Сложность еще заключается в том, что вот, например, ну вот в этой фигуре очень трудно угадать ежика. Нужно заранее учитывать то, что фигура видоизменится после того, как мы ее декорируем цветами. Анна создает скульптуры с цветов. Они радуют и детей, и взрослых. Кроме того, мастерицы декорируют бокалы, создают цветочные корзины. Наталья Русина, Айдар Насыров, от ТВ Мяс. Предновогодний снег с дождем. В ближайшие сутки погода преподнесет очередной сюрприз жителям Челябинской области. Стоит быть внимательными, чтобы не попасть в беду, предупреждают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ночью и днем 25-го и в ночь на 26-е декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами сильное налипание мокрого снега на провода. Гололед, метели. На дорогах гололеется. 25-го и 26-го декабря повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Прогнозируется увеличение количества ДТП, возможны заторы на дорогах федерального, областного и муниципального значения. Это все новости на сегодня. Наши сюжеты доступны на сайте 1obl.ru, а также в группе ВКонтакте. Завтра итоги недели подведет Михаил Тютев, а после рекламы смотрите ваши хорошие новости с Гузель Шмельковой. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова